Друзья, всем доброе утречко, с вами Касикат Алексей Крылов. Решил это утро, это видео начать на фоне розового такси. Не знаю, к чему это. Вот, чисто случайно получилось. Нахожусь в Таиланде, город Паттайя. Короче, сегодня решил отправиться на пляж. Ну, не тот, который находится здесь, в Паттайе, потому что здесь многих море не устраивает, потому что здесь и листое дно, и знаете, вода немножко взбаламучивается, и она такая непрозрачная, скажем так, неманящая. Но в 30 минутах отсюда есть очень красивые пляжи. Причем их несколько. Есть, по-моему, военный пляж, есть пляж танцующей девушки. Сейчас я выдвигаюсь в ту сторону и, короче, на какой-то из этих пляжей заеду. Еще не знаю точно на какой. Так, что мне нужно? Знаете, что? Хотел купить какие-то вещи с длинным рукавом, но мне сказали, здесь отдельно продаются длинные рукава, для того, чтобы, когда ты едешь на байке, ты не сгорал. Вот, представляете? Сейчас мы эту штуку купим. Также нужно себя обязательно намазать солнцезащитным кремом. На ноги вроде ничего не продается. Вот, процесс намазывания ног кремом я не буду снимать, а то скажут контент 18+. Ладно, давайте искать вот эти вот рукава. Так, девушка сказала, что у нее продаются вот такие вот рукава. Сейчас посмотрим, сколько это стоит и как это вообще выглядит. Я ни разу не видел, если честно. Я с тайцами очень странно общаюсь. Я иногда, знаете, какие-то знаю английские фразы, какие-то не знаю. Сейчас я спрашиваю, do you have? Я вот так вот показываю руку, и вот так вот. Вот. И она меня поняла. How much is this? 50 бат? 50. Вот так эта тема выглядит. Давайте сейчас тенечек подзаеду, и там это все дело одену. Смотрите, мне говорят, вот надо покупать белые вещи, хотя на самом деле тайцы защищаются от солнца в темных вещах. Вот представляете, туристы, видно, знаете, ходят в таких вот, ну, как бы, в закрытых кофтах белого цвета, льняных. Сразу видно турист, а тайец, он вот практически весь в черном, защищается от солнца. Видите? Хотя это место, они как бы тут вроде бы лучше должны знать. Вот даже вот поехал парень на байке, весь в черном, закрытый. Только жилетка оранжевая. Я, короче, полностью намазался кремом. Вот как эти штуки выглядят, уже до тенька решил не доезжать. Все, ноги намазал, шею намазал. Сейчас одеваю шлем, и мне, в принципе, минут 40, наверное, нужно ехать на байке. Может, даже меньше. Сейчас посмотрим. Ну что, отправляемся на красивый пляж. Сегодня как раз солнышко, хорошая погода, картинка должна быть красивой. Обязательно подписывайтесь на канал, много полезных видео о Таиланде, о жизни. В общем, обо всем, как говорится. Вот красная кнопочка внизу. Поехали. Зашел все в Нелеван, куплю водички себе в дорогу. Ну что, дорога проходит отлично. Ну как, сама вот дорога очень хорошая. В принципе, я еду комфортно. Сколько здесь полос? Раз, два, три. Четыре полосы. Иногда она расширяется. Там, когда идут повороты... Когда идут повороты. Когда идут повороты на село, еще добавляется две полосы. Вот я еду, и прям вот она не сужается очень классно. Но, у меня прям возникла какая-то проблема. Я ехал, ну, стабильно где-то 80 на байке. И, короче, что-то с ним случилось, представляете? А я вам скажу, я уже отъехал далеко. Но мне, если честно, до этого и так не нравилось, как он работает. Но, в принципе, это не мой байк, поэтому мне все равно было. Я его взял в аренду. А сейчас давайте заведу, послушайте, как он работает. Короче, я пытаюсь его завести, а он не заводится, представляете? По-моему, байк ухана. Так, что мне теперь делать? Я, на самом деле, уехал уже, знаете, так прилично. Смотрите, пытаюсь завести. Он просто что-то кряхтит, и все. Может, как-то с Алкачаевым можно завести. Мне хотя бы обратно вернуться уже, ладно, с этим пляжем. Уже второе видео, не могу на пляж доехать. Короче, походу, у меня большие проблемы. Я уехал далеко, а я еще не брал контакт у того парня, у которого я брал байк в аренду. Так, ну, что теперь делать? И байк сломался. Ну, я бы не сказал, что у меня большие проблемы, но, короче, проблемы теперь. Надо придумать, что теперь делать. Видите, когда берете байк в аренду, короче, надо брать нормальный байк, чтобы он нормально работал. Мне, если честно, этот изначально что-то звук не нравился, как он работает, но мне... Я его ненадолго, в принципе, брал. Я думал, чуть, ну, как бы чуть поезжу, и все. А тут, видите, прям, если собираетесь, ну, как бы по городу ехать, это одно ездить. А если на большие дистанции собираетесь ехать, то надо брать хороший байк. Вот такие вот дела. Так, я его, короче, дотолкаю, сейчас иду по встречке, вообще, дотолкаю до тенька, чтобы в теньке хоть постоять. И буду уже разбираться, что с этим всем делать. Вот видите, какая ситуация, прям неожиданно. Вчера хотел на пляж поехать, жарко. Сегодня вроде бы уже эти рукава купил, но не подсказали. Но сломался байк. Вообще пипец. Ладно. Ну, я буду надеяться, что он перегрелся. Может быть, надо постоять немножко, он, как бы, в себя, в чувство придет и дальше поедет. Ну, вот, что-то, мне кажется, вряд ли. Так, давай. Короче, берите хорошие байки в аренду. Вот мой совет. Мне просто иногда зрители говорили, они берут, знаете, говорят, немножко даже переплачивают. Если видят, там, свежий байк, там, минимальный пробег у него, я думаю, ну, смысл переплачивать. Думаю, они так все нормальные. Хотя, видите, зрители у меня всегда правы. Я на пробег даже не обратил внимания, какой у него пробег там. Так, мне вот хотя бы до какого-то тенька. Да, друзья, не заводится. А еще я здесь, в кармашке, нашел какую-то свечу. Возможно, у него уже были проблемы. Напишите в комментариях, вот кто знает, что делать в таких ситуациях. Вот вы далеко отъехали, ну, понятно, это надо связываться с этим. Ну, кого я брал в аренду. Сейчас обзваниваю знакомых. Просто им сбрасываю локацию офиса, где он находится, этот парень. И чтобы они подошли, взяли у него контакт, и я уже с ним связался. Ну, короче, вот таким способом сейчас буду пытаться на него как-то выйти. Ну, это, наверное, надо сюда подгонять какой-то, это, пикап, короче, машину с кузовом, чтобы туда бросить байк. И я уже, ну, обратно смог добраться. По-другому никак, я думаю, его уже обратно не дотащишь. 21 километр мне обратно его надо тащить как-то. Сейчас, короче, пошли к нему в офис. Я просто пытаюсь тень найти, а тут как раз солнечная сторона. Ее надо его как-то на другую сторону дороги перегнать, там уже тень. Достали мне номер этого парня, который арендой занимается, но он трубку не берет. Я ему звоню, не берет трубку, ладно. Короче, буду переходить в тень. Надо его оттянуть, и уже буду дальше разбираться. Ну, чтобы хотя бы быть по движению обратно. Перебрался в тень. Вот здесь уже отлично. Смотрю, здесь даже есть какие-то мастерские, не знаю, может к ним подойти спросить. Ну, а это надо, мне кажется, там все раскручивать, все перебирать. Наверное, без как бы разрешения вот этого хозяина не нужно ничего делать. Ладно, буду пытаться с ним связаться. Короче, вот когда байк берете в аренду, надо спрашивать четко, вот если я сломаюсь, какие мои дальнейшие действия. Если я сломаюсь, например, не в городе, где-то за городом, чтобы четко вам объясняли. Мне, я как бы думал спросить, но я думал, ну, думаю, что с ним случится, с этим байком. Как бы они тут ездят, они говорят, тут вообще не ломаются, все с ним классно. Вот так вот. А мне, видите, как-то не повезло. Так, пишу сообщение этому парню, тоже что-то не отвечает, даже, как бы, они как бы доходят, но он их не читает. Вот. Ладно, может чем-то занят. Короче, я посмотрел, иди, в принципе, где-то пять часов пешком, вот, и мне, получается, это будет, знаете, такая спортивная ходьба с байком. То есть, я держу байк, и вот так надо пройти 20, даже один километр там. Вот так вот. Короче, в принципе, до ночи я дойду, если что. Время есть. Просто ночью, знаете, как-то тоже не хочется идти, потому что там живность еще может, может на дорогу ползать. Днем тут как-то, скажем так, поспокойнее. Короче, вот я пытался его заводить, а тут рядом тайцы сидят. Они мне позвали к себе. Кстати, не первый раз мне уже тайцы тут помогают. Сейчас проверим, а? Проблем. Да, да. Не работай. Сейчас звоните. 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 Да. Звоните. Да. Да. Ага. Общаемся через тайско-руйский русский переводчик. Короче, в Таиланде, знаете, даже не нужно обращаться за помощью. Если они видят у тебя проблемы, они к тебе сами подходят и пытаются тебе помочь. Вот это меня прям удивляет. Я, честно сказать, не хотел подходить, то есть, ну, как бы отвлекать людей, потому что они тут заняты, работают. Они это, сами меня позвали, видят, не заводятся. Вот, короче, такие вот тайцы здесь. У меня на самом деле была проблема, в этом же байке я не знал, как открывается вот этот вот бензобак. То есть, там как-то на кнопку, до этого у меня был байк, то есть, там было все просто, все четко нажимаешь, все работает, все хорошо. А в этом прям какая-то проблема. Я на заправке стою, тыкаю на эти кнопки, и парень, который передо мной заправлялся, он видит, у меня не получается, я прям и помощи вообще не просил. Он подошел, потыкал на кнопки, а потом показал мне, как он правильно, как открываться. То есть, и открыл, еще и научил меня его открывать правильно. Вот так вот. Поэтому, вот повторю, что удивляет, даже, короче, не просишь о помощи, видят проблему, к тебе сразу подходят и пытаются тебе помочь. Вот, это уже вообще не первый раз, я и 10 лет был в Таиланде, то же самое. Там, например, когда у меня был кнопочный телефон, мы еще тогда по таким картам бумажным передвигались, и прям, если тайц что-то не знал, он звал своих друзей, и, короче, друзья подходили, либо он к другим тайцам обращался, и вот, они, как бы, рассказывали, как нам добраться до нужного места. Вот такие дела, такие вот мои наблюдения. Сейчас, короче, ко мне подходит и говорит, что-то там с ним. Короче, хотят мне помочь. Я ему говорю, я ему перевел в этот, переводчик, говорю, сейчас позвоню хозяину, и хозяин, короче, должен приехать. И разобраться с этим. Ну, видите, он не может остановиться, хочет помочь мне. Я уже связался с хозяином, он попросил точку сбросить. А, говорит, масла нет, наверное. Ага, ага. Монnergelена. О, да, ты когда донесишь на металла? Не имам Nicholas. Придём меня на металла. Да, все понятно. позвонил я просто писал ватсапе звонил ватсапе он не отвечал парень а позвонил уже как бы на тайский номер напрямую он ответил но эти получается не могут остановиться они хотят помочь горит что-то с маслом говорит давайте вещи с но я так понял с его слов то есть тайский то их тайском не знаю только два слова савадикап и капунькап а вот но я понял что он говорит проблема с маслом я тебе могу сейчас его починить вот это как бы скажем так знаете на таком уровне я уже понял не на словесном на таком более в высшем короче сказал нужно масло подлить литр масла я говорю сколько стоит он сейчас надо чтобы он узнал подвезут это масло или нет потому что не в наличии нету ну короче все равно вот жду получается парня у которого брал байк в аренду может ему кстати про масло скажу короче парень у которого я брал байк в аренду сказал у него пока нет возможности сюда приехать он ищет машину он сказал если есть рядом автосервис говорит пусть они починят и он мне все оплатит вот так вот поэтому сейчас буду с ребятами договариваться смогут они его починить или нет хотя бы чтобы я до места доехал сказали масло будет стоить 250 бат ну примерно скажем там это всем чем-то долларов вот так вот решение проблемы говорит надо подождать час его подвезут и все мы не знаю может быть в этом реально проблема нету масла без масла не заводится я в этих делах скажем так не шарю поэтому сейчас посмотрим мне даже принесли водички короче прям вообще видите забота такое ощущение как будто мои родственники здесь работают так жду масло параллельно смотрю как они чинят бензобак плюс у них какая-то машина стоит которую они тоже чинят либо это не знаю как уже знаете произведение искусства какое-то сейчас они занимаются бензобаком я вот как раз наблюдаю за процессом кстати если говорить по поводу дороги очень удобно передвигаться например смотрите идет я вот говорю большая вот четырехполосная дорога и там где есть есть выезд в село вот есть такой вот мост и то есть вы выездки получается съезжаете и вот этот выезд проходит под мостом либо вот эти развороты под мостом то есть если тебе надо по прямой ехать ты прям едешь вообще без остановки очень удобно кстати здесь все сделали то есть нету такого что ты на скорости едешь и там откуда-то не возьмись получается машина выезжает то есть все здесь происходит под мостом вот она скоростная трасса сверху и вот вот эти выезды из сел вот они и так вот на протяжении всей дороги не знаю вот этих мостов проехал не знаю там штук штук десять точно проехал наверное поэтому передвигаться комфортно вот на байке ехал прям вообще класс пока не сломался так они сказали вроде бы парень не подъедет с маслом они часами едут за маслом для меня все парень поехал вот этот мужчина мне рассказывает чем они тут занимаются меняют вот такую штуку для вот этой вот машины а это все еще принести ложку говорит на границах приварить ее как борьба в в в в в и в в в в в в в в в Говорит, нужно ему отрезать отсюда часть и туда, я так понял, приставить. Так, парень привез масло. Сейчас посмотрим, решится проблема или не решится. Говорит, надо как-то залить, наверное, нужна какая-то вот эта вот лейка. Сейчас с помощью картоночки наливаем. А, еще масло подвезли одно. Тут уже, на самом деле, очень много тайцев пришло. Вот ребята стоят, вот ребята стоят. Всем рассказывают о моей проблеме. Короче, байк просто не обслужен был. Те, кто его сдают в аренду, они его, короче, не обслужен. То есть он без масла. Я, честно сказать, не знаю, где нормальные байки в аренду дают. Ну, взял так. По цене нормально было и как бы и байк вроде нормальный. Они говорят, как они могли тебе его дать в аренду. Все, масло есть, залили. Ну что, проверяем. Короче, дело, ну, они залили масло. То есть теперь масло там есть. Ну, говорят, возможно, проблема в батарее. Короче, видите, не завелся он. Ну, тут уже прям большая компания собралась. Сейчас, походу, все село сбежится. Я уже стою, знаете, в сторонке вообще не при делах. Они там сами разговаривают о чем-то. Так, завожу. Так, короче, что-то вот владелец, он просит сбросить звук, как он не заводится. Говорит, что-то вообще проблемно приехать. Я не знаю, может уже поймаю какой-то вот этот вот пикап. Спрошу, сколько стоит доехать до Паттайи. Но если он все равно едет в Паттайю, думаю, можно как-то договориться по нормальной цене, потому что я уже прям очень долго стою. Вот. И чувствую, как-то проблема особо не решится. Довезу уже до этого сервиса, где я брал его в аренду. И пусть ему его, наверное, поменяют. Такие вот дела. Потому что чувство, я могу тут прям до ночи. Солнце здесь садится уже как бы в 6.30. Тут очень часто проезжают вот такие вот машинки. Вот, думаю, может с какой-то и договориться. Сейчас будет мимо ехать. Я в кузов залезу. Поддержу этот байк. Короче, не знаю, что уже делать. Либо есть вариант 5 часов спортивной ходьбы с байком. Но это понятно. Я уже буду сейчас выходить. И солнце уже сядет. Уже сейчас, возможно, быстро стемнеет. Вроде они мне его починили. Короче, они что-то с ним мучились, что-то делали, делали. Но он все равно проблемно работает. Но я хоть смогу доехать. Yes, yes. Ага, ага. Все, короче, попытаюсь как-то доехать. Он сказал, проблема. Вот, но, да. Я их как-то отблагодарил. Они даже говорят, не надо благодарности. Я говорю, возьмите все. Попытаюсь как-то доехать. Он работает проблемно. Я, если заглопну, потом не заведусь. Он сказал, едь медленно. Я вот медленно еду, 20 км в час. Ну, вы слышите, как он работает? То есть проблемно. Ну, хоть завелся. И сейчас вот. Хоть хорошо, не надо пешком его везти. Единственная проблема, что, если будет пост какой-то полицейский, я без шлема еду. Мне просто, чтобы шлем достать, нужно его заглушить. А я, получается, не могу его глушить. Вот так. Ну, я думаю, за часик доеду. Главное, чтобы там ничего не взорвалось. Потому что как-то он так работает. Очень страшно. И здесь, знаете, если проблема с глушителем, очень громко работает байк, за это штраф еще может быть. Вот, если буду... Ну, я думаю, полиция поймет, скажу, то есть, ну, поломался так и так. Ладно. Надеюсь, как-то доеду до Паттайи. Все, друзья, счастье длилось недолго. Проехал минут пять. И, короче, там что-то вообще прям... Такой звук был, знаете, прям такой жесткий очень сильно. Походу, не знаю. Что-то прям очень серьезное там произошло в двигателе. Походу, надо его катить. Я просто с этим парнем общаюсь. Он говорит, да, какой-то звук плохой, какая-то серьезная проблема. Но, говорит, когда он байк перед тем, как сдавать в аренду, он, говорит, все проверял. И масло, говорит, было все в норме. Вот. А сейчас тут высветились уже значок. Ошибка какая-то высветилась. Я, да. И, короче, он говорит, можешь, говорит, сам добраться до Паттайи. Я думал, доеду сейчас как-то медленно. Но, походу, уже все. 19 километров мне до Паттайи. То есть я проехал буквально пару километров и все. Что теперь делать? Наверное, вот тут заправка есть. Машины подъезжают. Может, даже с кем-то договориться надо. Короче, видите, какая проблема возникла. Займемся немножко спортивной ходьбой с байком. Сейчас посмотрим, если где-то будет стоять вот такой пикап. Хотя, смотрю, да, идти тут далеко. Вообще пикапов нету никаких. Наверное, буду стоять возле заправки. Они хоть сюда заезжают. И можно с кем-то договориться будет. Зашел на заправочку. Тут работает кондиционер. Заказал себе тайский чай. Вот, смотрите, маленькая заправка. Какой выбор чаев. Сколько кофе. Чаи. Короче, вообще прям. Тут куда ни приди, тут это еще, скажем, не такое большое количество. Вот он мой чай. Тайский чай. Оранжевый. Ну, классный. Вот. Сейчас, короче, выпью чаек. И буду думать, как добираться. Так, заезжают пикапы. Короче, буду сейчас как-то с ними договариваться. Либо еще вариант есть тук-тук. Но он с людьми едет. Можно в тук-тук было бы его загрузить. Но там постоянно. Там 2-3 человека он проезжает. Так, сейчас подойду, спрошу. Вот подошел к первой машине. Там, получается, ну как, я воспользовался переводчиком. Написал мужчине, что мне нужна помощь. И сколько будет стоить, чтобы он довез мой байк до Паттайи. А там у него еще на сиденье спит девочка. Ну, видно, он везет, наверное, дочку со школы. Но он сказал, говорит, вроде бы сейчас кому-то наберет. И он сможет отвезти мой байк. Я говорю, ну скажите, сколько это будет стоить. В принципе, я посмотрел, такси стоят отсюда, например. 200 с чем-то бат. Ну, как бы недорого. Иногда приезжают такси-пикапы, но это прям редкость. Я вот зашел в приложение, и там нету такого возможности прям вызвать такси-пикап. Вот, поэтому надо как-то договариваться вот с людьми уже, что довезли. Вот, ну, короче, видите, к одному подходишь, и он сразу начинает кого-то вызванивать. Поэтому ведение оставляют. Посмотрим. Сейчас, как это все решится. Или этот довезет. Короче, я так и не понял, что он мне сказал. Сейчас разберемся с ним. Ну, первый попавшийся, видите. За 7 долларов мы договорились, он довезет. Пытает 20 километров везти. Короче, он меня спас. Дурак. Все, мы поехали. Короче, багажник не закрывается. Поставили байк так, хоть зажму тормоза. Главное, чтобы не выкатился. Говорит, я буду ехать медленно. Ну, короче, видите, за 300 бат мы договорились. Нормально. Вот. Боюсь, чтобы не укатился. Вроде тормоз прям крепко зажал. Потому что я могу укатиться вместе с ним. Он просто полностью не влезть сюда, и гортик не закрылся. Вот. Ну, хотя бы так уже. Остановились привязать его. Зажали тормоза. Сказали, впереди полиция. Короче, надо... Наверное, мне вылез из кузова. Сейчас посмотрим. Все, мы его обмотали. Я, наверное, поеду сейчас внутри. Все, сажусь вперед. Видите, короче, тайцы не пьют кофе. Они пьют энергетики. Короче, у них у всех энергетики валяются в машинах. Привез байк прямо в автомастерскую. Ну, связался с этим парнем. Он говорит, что там, где я брал воеду, прям в автомастерскую довез. Все, он мне дал новый байк. Так вот. Так что, такие вот дела. Покупался на красивом пляже. Ура, вернулся я домой. Наверное, сейчас переодеваюсь и иду в бассейн. Ну, даже я вам так скажу, я уже переодетый. На мне плавательные шорты. По ногам видно, подзагорел. Полотенце у меня тоже с собой. Снимаю сейчас вот эти черные рукава. Иду на крышу купаться. Будем делать выводы. На основе того, что мы сегодня увидели. Вот. Что сегодня увидели? А увидели мы, в принципе, много чего хорошего. Давайте сейчас поднимемся. И уже заканчивать буду видео. И так, не дано мне покупаться в море. Придется купаться в бассейне. Пришел на крышу. Здесь прям вообще такая классная атмосфера, я вам скажу. Приходишь, город весь как на ладони. Тихо, спокойно. Что хочу сказать. Вот в Таиланде я уже попадал, скажем там, в ситуации, где мне нужна была помощь. И в некоторых ситуациях мне даже не приходилось говорить, никому подходить. Ко мне сами люди подходили. Они видят, нужна помощь. И вот тайцы прям подходят и предлагают помощь. То есть, если они сами не могут помочь, они зовут других тайцев, чтобы тебе помогали. И вокруг тебя собирается толпа тайцев. И поэтому, короче, без помощи тебя никто не бросит. В данной ситуации, видите, все то же самое. Получается, я никому не обращался с байком о помощи. Просто откатил его в тень. И там они сами, они видят, он не заводится. Они сами подошли, потом говорят, подъезжай к мастерской. Короче, сделали все возможное. Вот, но ничего не получилось. Ну как, точнее, они его завели. Я даже проехал какое-то расстояние, видите, до заправки. Мне проще уже было поймать машину. Подъехал человек на заправку тоже. Я подошел к первому попавшему, ну, первая машина, которая заехала. И попросил его о помощи. Он сказал, то есть, окей, все. И довез меня за 300 бат. 300 бат мы ехали 20 километров. А доллар сколько сейчас? Ну, примерно там 35 бат за 1 доллар. Это меньше 10 долларов. Он отвез байк вот именно сюда, в Паттайю. Вот поэтому, короче, говорят, что тайцы в беде никогда не бросят. И вот это прям очень сильно удивляет. Даже не знаю, что добавить. Короче, я просто... Вот сегодня для меня Таиланд раскрылся вообще с очень хорошей стороны. То есть, в который раз убеждаешься, что тут живут очень хорошие люди. Прям, ну, не знаю. Либо мне встречаются всегда очень хорошие люди. Ну, как бы не только в Таиланде. Вот. Не хочу, я не говорю, что типа везде плохо, тут хорошо. Нет. Люди везде хорошие, которые мне встречаются. Вот как-то меня так судьба сводит с ними. Поэтому вот такие дела. Поэтому все, ситуация вроде бы разрешилась. Я подъехал, мне встретил вот этот владелец байка. Подвез его в мастерскую. Он потом меня отвез там, где стоят его байки в аренду. Дал мне другой байк. Говорит, катайся. Вот такие вот дела. На этой прекрасной ноте будем заканчивать видео. Видите, судьба мне не дает доехать до пляжа. Это уже была вторая попытка. Вот. Ну, наверное, надеюсь, встретить доедем. Так вот. Ладно. Всем всего самого хорошего. Желаю, чтобы все ваши трудные... Ну, ситуации, в которые вы попадали, они лежали всегда просто. Самое главное – не расстраиваться. Вот. Всегда найдутся люди, которые готовы вам помочь. Вот. Поэтому всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Всем мира. Всего лучшего. Пока. Расстрочка на покупку квартиры в новостройке 0%. Низкая налоговая ставка. Тропический климат и потрясающая природа. Инвестируйте в недвижимость Таиланда. С Royal Property. Royal Property. ТОЧКА ПРО. ТОЧКО ПРО. ТОЧКО ПРО.